Друзья, здравствуйте. Ну что, страшный, страшный действительно день. Оккупанты нанесли варварский просто удар по Киеву, по другим регионам. 40 ракет со стороны России, десятки погибших, около сотни ранены. Это только на эту минуту одна из ракет попала в отделение детской больницы Ахмадет в столице, просто в корпус, где оперировали детей, причем в том числе детей с онкологическими заболеваниями. Крики детей под завалами просто, ну вот, реально разрывают сердце. Я, как человек испорченный новостями, каждый раз думаю, что меня сложно чем-то удивить, но каждый раз понимаю, что я был неправ. Покровавленные доктора просто руками помогали разбирать завалы. Я это наблюдал, просто эти клубы дыма, которые до самого неба поднимались просто из окна офиса. И, конечно, сегодня мы в первую очередь, хочу сказать, что скорбим вместе с Киевом, скорбим с Кривым Рогом, с другими городами, которые подверглись этому варварскому нападению. И об этом, и не только, сегодня поговорим с Ольгой Романовой, журналисткой, иноагентом, главой фонда «Руссидящий». Ольга, здравствуйте. 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 Чудовищный день. Конечно, с особым цинизмом. В день семьи, в день любви. Искусственно, конечно, придуманный в России праздник абсолютно. Но, тем не менее, широко отмечаемый. И я, конечно, уже увидела реакцию Министерства обороны, которая рассказывает, что это украинское ПВО. Но дело в том, что это не одна детская больница. Не одна. Еще и роддом в Киеве. И там погибло несколько человек. Ну, то есть намеренный удар. Намеренный удар по больницам. Именно по детским больницам. И, да, не только Киев. Знаете, сегодня, конечно, очень много... С утра была у нас перекличка в чатах. Мы же очень много работаем вместе с украинцами. И вот эта вот перекличка в чатах. Больше всего мы искали Олега Цилова, наш давний партнер из организации. Захист неувязники, защитники заключенных. Он поехал сегодня на вокзал с утра встречать заключенных украинских, херсонских, которых похитили в ноябре 22-го года. И вот их по одному выпускает. Вот сейчас четверых мы переправили. И он поехал на вокзал их встречать четверых. Ну, обошлось. Но долго очень не было связи. И я вообще-то представляю себе, что почувствовали, что чувствовали жители, которые не могли найти своих, но нашли. И вообще не представляю, которые искали своих и не нашли. И то, что вы говорите, ну, и это понятно про детские крики из-под завалов. И так цинично на этом фоне смотрится озабоченность европейцев и американцев выборами, миролюбивая инициатива черта Уорбана, который прогулялся в Киев. Москва, Пекин сейчас едет в Вашингтон. Понятно, что он будет разговаривать с Трампом, со своим дружочком. Какой к черту мир? Вот с кем? Вот как? И Путин говорил, что принимайте эти условия, дальше будет хуже. Вот так будет, да? Я вот как раз об этом и хотел дальше поговорить, Ольга, потому что действительно это все происходит на фоне того, как слово «переговоры» стало звучать просто чуть ли не из каждого утюга. Друзья, для начала попрошу вас только оставить ваши слова поддержки и в первую очередь тем семьям, которые сегодня потеряли своих родственников, ну и в целом тем, кто сегодня пострадал от этой варварской атаки. Действительно, вот вы знаете, когда россияне атаковали на Харьковском направлении, вот недавно устроили там наступление и снова начали терроризировать. Мой родной город, мой родной Харьков. Кстати, вы знаете, вот очень было сегодня, но прям до боли такое ощущение, когда из Харькова люди, которые каждый день сидят под российскими обстрелами, под авиабомбами, писали мне в Киев, то есть в Киев, который защищен явно гораздо больше, как вы там, что произошло, все ли у всех в порядке. То есть эти люди, которые каждый день находятся там, они все равно не теряют это сочувствие, сочувствие к своим согражданам, к своим друзьям, которые находятся в столице. И вот вы, друзья, ваши слова поддержки тоже напишите, потому что слова это меньшее, наверное, чем мы можем сегодня, в общем-то, помочь. Ольга, действительно, да, вот вы очень правильно затронули эту тему. Путин постоянно говорит, что Россия готова садиться за стол переговоров, выдвигает разные ультиматумы. Владимир Зеленский даже рассматривает какие-то форматы, говорит о том, как могут эти переговоры проходить. Европейцы начинают говорить, что мы, значит, выступаем за тот же Орбан, говорит, да, давайте просто прекратим стрелять и будем садиться за стол переговоров. Неизвестно, что будет в связи с американскими выборами. И вот вы задаете правильный вопрос, а с кем? С кем садиться? С теми, кто ведет себя так варварски? Как вы думаете, в целом, насколько вот эта атака, в том числе, она и связана вот с этим процессом, который мы наблюдаем последние, ну, там, образно, недели? Процессом, который уже кто-то называет подготовкой к переговорам и скорому завершению боевых действий? Я думаю, это связано напрямую. Я думаю, это связано с предположением Путина, что украинцы тоже очень устали от войны, и что поднимется в Украине какая-то сила, которая скажет Зеленскому, давай уже мириться на любых условиях, в конце концов, давайте отдадим ему депрессивные регионы с измученным населением, лишь бы только закончилась эта стрельба, чтобы закончилась эта война. Но проблема в том, что, как я думаю, что мы все понимаем, что никакого мира не будет, с Путиным не будет никакого мира никогда. Это переговоры не про мир, это переговоры про переговоры, переговоры про то, что дайте нам перегруппироваться, нам нужна передышка, нам нужно дотянуть до выборов Трампа, да, или Байдена, лишь бы только он протянул поменьше, в конце концов. Я думаю, сейчас ситуацию устраивает Путина и такая, и такая, потому что, что, в общем, немощный Байден, что, в общем, его дружок Трамп, путинский, в общем, не дружок, но, в конце концов, они находили общий язык. То, что дружок Корбана, как бы, к сожалению, это медицинский факт. И это не протянутая ветвь мира, плохая, колючая, это не ветвь мира, и не протянутая, это розвис мочной в скипидаре. И предлагается вот это принять, чтобы быть униженным, побитым, добитым, и имея в виду, что Путина немножко передохнет, закусит, и с новой силой. И, конечно, надо быть, я не знаю, надо проспать элитартического сне последние 25 лет, надо не слышать мюнхенскую речь Путина 2007 года, где он, собственно, все сказал, и ничего не изменилось. Нужно где-то быть не на этой земле, а чтобы думать, что Путин может остановиться. Нет, он не остановится. Нет. Вы говорите о силах, которые могут сейчас подняться на фоне вот этой усталости, страха, который, вероятно, есть, и в том числе и у наших зрителей, и у некоторых, да, которые, возможно, готовы сейчас к каким-то компромиссам. Вот Владимир Зеленский, кстати, тоже даже не отрицает того, что в теории, там, в будущем, если будет предоставлен какой-то план, то есть вероятность того, что будут проведены какие-то референдумы, которые так или иначе определят, насколько украинцы готовы на те или иные шаги. Однако вот действительно сейчас озвучивать вот это, что надо останавливать боевые действия и усадиться говорить с Путиным, такие мысли уже есть. И озвучивает их, например, тот же Алексей Арестович. Он говорит, что война закончится только тогда, когда Украина изменит свою внутреннюю политику. То есть не Россия выведет свои войска или прекратит террор, а когда Украина там учтет интересы России, учтет интересы Кремля в первую очередь, остановит боевые действия, внесет какие-то изменения и будет готова к компромиссам. Вот если у вас есть соображения, во-первых, делает ли это Арестович или о своих политических амбиций, или он делает это по указке из Кремля, тоже, конечно, я буду рад послушать. Но в целом, как вы думаете, насколько вообще выгодна такая риторика, которая сейчас озвучивает Арестович, например, для того же Кремля? Потому что, похоже, тезисы одинаковые. Слушайте, ну я очень рада, на самом деле, что как-то в этом году, мне кажется, уже ни у кого не осталось никаких иллюзий, кто такой Арестович. Ну, мне кажется, все видно и все слышно, и все уже по этому поводу высказались. То есть, это, конечно, не такое ощущение, что это не украинец. И то, что он предлагает, и то, что он говорит, это не во благо Украины. Никак, никаким образом. Ну и вообще, конечно, все-таки, да, мы с вами считаем, что люди меняются, что нечего припоминать людям их прошлое, что бывают в конце концов и изменения, люди раскаиваются. Но, тем не менее, мне кажется, Арестович не тот человек, который меняется. Совсем нет. Он просто раскрывается с разных сторон, и каждая его сторона еще более интереснее, чем предыдущая. Такой многогранный, как стакан. И, надо сказать, что эти грани не то, чтобы неожиданные, но они очень-очень яркие. В общем, все понятно. Все понятно. Самовлюбленный человек, который очень хочет стать во главе Украины, мне кажется, что он пригодится Путину. Если будет такая возможность, он будет очень рад пригодиться Путину. И мне кажется, что Путин тоже может об этом думать. Другое дело, что у него есть много еще. У кого интересного, у него и Медведчук есть, и Янукович у него есть. Много кто еще есть у него. У него достаточно такая большая палитра. И много еще, я думаю, будет всего неожиданного, неприятного. Слушайте, то, что надо войну заканчивать, ну что воздух сотрясать? Да, война никому не нужна. Она не нужна Украине, она не нужна Европе, она не нужна Америке, она нужна Путину. Она нужна Путину. Останавливать? Да, останавливать. Компромиссы? Да, будут компромиссы. Будут компромиссы. Но позволить вот так вот шантаж, унижение и план Путина, ну слушайте, мне кажется, ни одна страна не пойдет. Ни одна бы страна на такие условия бы просто не пошла. Это не подписаться под поражением, это подписаться под потерей государственности. Ну, слушайте, если украинцы на это готовы, я не думаю, что украинцы готовы на потери государственности. Ведь как Путин, на самом деле, он, конечно, очень человек и удачливый, и талантливый. И все эти слова имеют такую позитивную коннотацию, поэтому я не хотела бы их к нему употреблять. Да, он все-таки, конечно, продал душу дьяволу, и вот эта удачливость, она, мне кажется, откуда-то оттуда идет. Такая черная удачливость. Все-таки, как он ловко перехватил повестку, будучи избранным абсолютно нелегитимным, то есть пройдя через, что называется, электоральное мероприятие, которое нельзя назвать выборами, электоральное мероприятие, он повесил, пытается повесить это Зеленскому. Что это не Путин, не избранный президент, а Зеленский. Он очень ловко это все подменяет, как он подменял всегда. Да, ведь спросите, что спрашивать, вы и так все не затыкаются, да, россиян. Кто напал на Украину? Украина первая напала на Россию. Вот это подмена, да, подмена памяти. Не я, не избранный президент, а Зеленский. Не я напал на Украину, а Украина напала на Россию. Исконно русские земли в Запорожье. Это потрясающе совершенно. И такое ощущение. Он-то в это, конечно, не то, что искренне верит. Нет, не верит. Безусловно, он отмечает границы дозволенного. Это, конечно же, границы мира, которые он предлагает. Вся восточная и центральная Украина отходит от России. Никакого Зеленского и, собственно, украинское правительство и большая часть Рады в Сибирь. Суд-тюрьма. И, знаете, я тут довольно случайно, у меня есть стримы, знаете, зацепилась за очень маленькую деталь, как администрация города Верхний Уральск судится с местной тюрьмой. Просто такая старая тюрьма не судится из-за того, что тюрьма взялась там облагораживать сквер и там в четыре раза завысила смету. Ну, там, в общем, четыре миллиона рублей, ну, и маленький городок, маленький сквер, что-то они там судятся. И копнули историю тюрьмы. Слушайте, и выяснилось, что там погибла половина родственников Гитлера, которые никогда его не видели. Там видели один раз в жизни. Там какие-то двоюродные сестры, кузины, мужья, кузин, которые вообще ни при чем. Все они были обвинены в развязывании войны. И вот такое ощущение, что ничто никуда не делось. Ничто никуда не делось. Просто любой человек, любой, может быть объявлен Путиным, Гитлером. И, собственно, вот это вот, и все вокруг без разбору, без разбору будет сметено с лица земли, причем в страшных муках. Как это сегодня и было продемонстрировано на самом-то деле. И ведь он понимает, что происходит, безусловно. Ему-то не надо ничего объяснять. Недаром же вот только что был посажен командир псковских десантников, который, собственно, который, хотел сказать, смел с лица земли. Нет, все гораздо хуже. Бучу, который устроил вот этот геноцид. И геноцид – маленькое слово. Маленькое слово, а слово, которое описало бы то, что происходило в Буче, я думаю, что я не могу его подобрать. Вот этот ад и кошмар в Буче устроил. Его посадили сейчас, ну, там, за экономическое преступление. Всем понятно совершенно, что посадили не за то, что он устроил в Буче, потому что происходит, стало известно. Ты можешь делать все, что угодно, да? И очень хорошо. Но вот у меня она так палится. И судя по нынешним заявлениям и Министерства обороны, то есть все идет в этом ключе. Сами себя бомбили. Украинцы сами себя бомбили, все сделали сами. А кто будет говорить, что это не так, того будут сажать.